Юноша Вы уже пропиты жизнью Аксакалу? Как Бог знает Ну что, а где вы живёте, кстати? Где мы живём, это не столь важно Важно то, что имеете ли вы эту книгу в доме? Ну, имею Так а считаете ли вы её? Живёте по ней? Нет, я живу по другим законам немного Нет, Бога я верю Я считаю, что есть такая незримая сущность И незримые законы, по которым движется эта вселенная Но, как сказать Представление человека о Боге Это немного такая спорная Так это не представление, это откровение Ну да, это как философские, да, откровения, скорее всего В Библии спрашивай, кто писал? Пётр говорит, писали святые божьи человеки Будущи движимы духом святым Вот, Бог автор Библии И поэтому никакие тут не вымыслы, ничего не касались Каждая буква оценена дороже неба и земли Если не по ней, тогда совершенно другой исход жизни-то будет Кто будет веровать и креститься, спасён будет Не будет веровать, осуждён будет Так просто и понятно Евангелие от Марка, 16 глава Описано, как человек видит Бога А человек увидеть надо так, как Бог повелевает Он нас сотворил, мы воображаем, мы чем-то отличаемся от горшков А Господь говорит, я горшачник, а вы посуда моя Мы не больше, чем муравьи Ну да кочёт он говорит, смотри Да меньше муравья Говорит, иди ленивец, посмотри на муравья И поучись у него Соломон премудрый говорит А человек себе думает Я думаю, я размышляю Что думать размышлять, когда не знаешь Почему у тебя усы растут, а у женщины нет Под носом у тебя не разбираешься Один такой Доказывает, что Бога нет, далёко А он пастух Лукич, рассказ Он говорит, скажите, уважаемый Почему корова оправляется лепёшкой А у овечек укос орешками Он говорит, не знаю Ты в дерьме-то не разбираешься Учишь о Боге Да, кстати Согласен Бог сотворил так И люди согрешили Пали Дальше начинается мировая история За то согрешение Больше ста миллиардов людей умерло За семь с половиной тысяч лет А теперь вот Пасха на этой неделе в конце будет Христос пришёл, взял грехи мира на себя Умер за нас И в этом всё, говорит, непонятно, трудно Что тут непонятно-то? Он ответил за меня Ну, допустим Ребёнок играл И мячиком выбил окно Ну, ты пришёл, заплатил Заплатил и всё А при чём здесь вы? Ведь вы тогда ещё не родились Когда Иисуса Христа распяли Скорее всего Он ответил за любви Прошлых и полных дней Это у нас вчера, сегодня У Бога нет Он в одном дне всё Он вечен У Бога нет времени И всё что... Это я знаю, что у Бога нет времени Точнее, у сущности нет времени Это мы называем его Бог А как его называть-то? Он говорит Я Господь Бог ваш Прямо Моисею открывается И имя его говорит А как тебе имя? Он говорит Сущий Иегова А то в Библии написано Третья глава Исход Это... Или мы соглашаемся? Мне, скорее всего Мы не можем В понятии своего интеллекта И того, как люди сейчас развиты Даже понятие Бога Мы это сами придумали Просто вот Бог И Бог означает, что это что-то великое На самом деле мы не знаем Настоящего имени никогда Не знаем Бог открылся Не знаем, да Но Бог открылся Дальше Сафония открылся И говорит Я Господь Саваоф Саваоф по-еврейски Это означает Начальник воинства Тут одно-то А мы Да нам не сказано понимать А верить написано Верующий в Сына Божий Имеет жизнь вечную А неверующий не увидит жизни Но гнев Божий Пребывает на нем И все идет, как написано Дело в том, что История заранее уже Тысячу лет назад предсказана И мы знаем, как дальше События развиваться будут А неверующие А почему мы не можем Их тогда остановить Если оно предсказано Предсказано Все так и идет Сейчас Короткое время пройдет И все события Переместятся на Ближний Восток В Израиль Столицей мира Не Израиля Мир и будет Иерусалим И там у них Восядет Я, например, люблю евреев Я не люблю русских Я люблю евреев И сам все считают евреев Да никто спрашивать нас не будет Будет закон такой Что каждое слово Будет известно Вот сейчас Дума приняла закон Все данные Телефонные звонки Хранятся три года Все до одного А он сделает так Что они все сразу Будут выявлять Хорошее или плохое Вот как на ютубе Там она отдельно Сама система шлифует А загоняет А как будет Но он сядет в храме Храм будет отстроен Не это аяк у них будет стоять А другой И правитель будет Царствовать Три с половиной года Его еще нету Две тысячи лет назад Написано И какой знак будет стоять Шестьсот шестьдесят шесть А сейчас уже везде Под шестьсот шестьдесят шесть Подошли И никто не может объяснить Вот почему Вот это когда Разное там дают На любом продукте Шестьсот шестьдесят шесть Бог предсказал Он сказал И Давыд говорит Вот говорит Я не разумел Заповеди Я был как скот Пред тобою Доколе не вошел В храм И не уразумел В храме Вы где сами живете Город Барново Алтайский край Вот вы редкий Кто задал правильный вопрос А вы откуда Откуда это значит Откуда Я говорю Не откуда Я вчера на этом стуле сидел И сегодня Откуда Алтайский край Жительница Сибири Я понял Я понял Да И мы идем И людям рассказываем О Боге Потому что Вот эта рулетка Это Содом и Гамора Тут что творят Это ужас один Вот вы одеты Это я Сегодня первый раз Заговорил с одетым Половина мужиков Голые валяются Ни копейки не стоят Ну Ну Одинаково все Пришли туда Блудное сожительство искать Ну что тут Крутить то Прямо творят Блуд раздетые И совокупляются Как Ну Собаки какие то Или животные И вот стоят Мужчины Взрослые мужчины И занимаются Анонизмом Открыто Куда это годится И отдашь одеяло Блин Плохо А вы знаете Кто изобрел Эту чат рулетку Чат нет Мальчишка Семнадцатилетний Андрей Терновский Учился на одни Говорит двойки Экзамен сдавать Я понял Мне не сдать Говорит Одни двойки Я решил что то думать Вот это придумал Сделался миллионером И теперь в Америке На Лазурном берегу А что Такое чтобы Не регистрироваться Ничего случайного Встреча Ни к чему не обязывающий Какая встреча Для блуда Столкнулись Разошлись И сюда мужики Кущи Я что сейчас Сижу перед вами Анонизм Ну я вам сказал Что не вы Я сказал Процентом Сколько Так зачем Говорить На дорогах Страны Погибает Четырнадцать тысяч Человек А ты шофер Ну что я давлю Разве Ну я говорю Общее Ну что я давлю Ну так нельзя Говорить Это просто Скандалы Ищет человек Мы должны Верить Что Господь Любит нас И отдал за нас Сына своего Иисуса Христа Который умер За наши грехи Вот В Тетяковской Галереи Есть картина Явление Христа Народу Видели Да Вот Он ее рисовал Двадцать лет Ну подбирал Образы разные И он руку Простирает Это Евангелие От Яна 1.29 Написано Вот Агнец Божий И ягненок Который берет На себя Грех мира За семьсот Пророк Исаия Предсказал Он был изъязвен За грехи наши Мущим за беззакония Наши Наказание мира Нашего было на нем Ранами Мы исцелились Что тут Не понять Если сын разбил окно Тебе надо пойти Заплатить и вставить И так и мы Разбитая жизнь И все Господь говорит Это я как будто сделал Он умер За грехи мира Я не присутствовал Когда распинали Иисуса Христа Поэтому не могу сказать Это Есть такой фильм Искупление Искупление Хороший фильм Он 45 минут всего Ему говорят о Христе А что он мне Хорошего сделал Так откривляется Один там Захария Он говорит Он умер за нас Пророчество было О Христе Около трехсот Пророчеств Все исполнились До одного Под это нельзя подделаться Он должен там-то Родиться То другое Он вот Вчера У нас был Вход Господень В Иерусалим Христос вошел В Иерусалим А среду-пятницу Мы посеемся Тут семь недель Иуда Пришел И продал Христа Где он Останавливается на ночь И пророк За шестьсот тридцать лет Примерно Захария сказал И предаст его За тридцать серебряников Вот мы разбирали Этот вопрос Шестьсот лет Это инфляция Дефолты Кризис И чего только не было Цены Вот так вот Эта цена Замерла на одном месте Шестьсот лет Стоит на одном месте Не было ведь экономики Как вы можете говорить О том что это Как-то Скакала Цена Тогда Чего-то Да так Так и написано Так написано в Библии Это вы не знаете Вот сейчас Продать надо дом И землю Вот в Барнауле Сколько надо пройти Организаций Вы знаете А в Москве Двести тридцать две Двести тридцать два паразита Сидят и грызут А по Библии Всего четыре Я и ты И два свидетеля Продает И покупаем Все И два свидетеля В печати пошли Двести тридцать человек Каждый день Новое и новое Вот было сколько Миллионов Этих Ну таких работников Которые бюджетники А их сейчас В пять раз Наверное больше Работать не хотят Кто-то пшеницу Должен выращивать Корову Должен доить В масло превращать А он намажет И пошел блудить Какая же это жизнь А ты обернись назад А что у тебя там Позади будет Вот Два восемнадцать И Яков говорит Ты покажи мне веру твою Без дел твоих А я покажу Из дел моих Вот это важно Мы друг от друга Учимся Мы вот строим С нуля Православную деревню Где нельзя лгать Пить Курить Материться Воровать Одна деревня На всю Россию С нуля Зарегистрировались Храм построили Школу Школа официальная Государственная Но ученика Все верующие С молитвы Начинается Ну я бы поспорил Насчет верования В школе Потому что В школе надо Преподавать науку Даже с одной Библии Ты не станешь умным Вы знаете Спорит тот Кто ничего не знает А кто знает Он возвещает истину Это истина Ну скажите Вы верите В то что Мусульмане Верующие люди Да Два миллиарда Два миллиарда Молятся Конкретно Взывают Аллах Акбар Они к личности Молятся Не просто Руками машут Дальше Два миллиарда Двести миллионов Христиан Молятся Отче наш Сущий На небесах И два миллиарда Почти два Там Немножко не хватает Буддисты Неверующих То 8 процентов Всего И кто А на них На 80 процентов Неверующие Атеисты Падает 98 процентов Преступлений мира Бога нет Все позволено Да Вот пишет Достоевский В братьях Карамазов Там Иван рассуждает Раз Бога нет Тормозов нет Сегодня В школе Спрашивает А кто такая Надежда Константина Крупская Ученики В классе Не могут ответить А давно ли это Все на высоте было Библиотека Имени Крупской Одна девочка Говорит Я знаю А кто Коммерсанша Коммерсанша Жена Ленина Вот и все Кончилось А она говорила Если в стране Будет разводов 17 процентов Это национальная Катастрофа А сегодня 80 процентов За перестройку Насчет разводов И абортов Да Вы знаете Сколько абортов Сделано За 20 лет 120 миллионов Это государство Внутри утробы Сгинуло И без Бога Без Бога Все можно делать Государство Тут Китай Уже там Весь Восток Захватил Без Бога В плане Оно должно отделено Церковь отдельно Государство отдельно Оно так и есть Но нет Не скажите Ну даже Где-то там Как-то Ну Однако же Дума принимает Сама решение Не говорят Верующие Не верующие Дума принимает Сама решение Ну сама принимает В каждой В Туве Один там Какие-то Своим местные законы В Чечне Другие они исполняют Там главы администрации С двумя женами Живут и больше Хотя государственный закон Не разрешает И главное Единственный человек В стране Который Запретил аборты Рамзан Ахматович Кадыров Но аборты Это опасно запрещать Потому что Повышается смертность Людей Да А вы знаете Где абортов нету Вот я вам скажу Пакистан Пакистан И прочее И они Не просто абортов нету А у них Задача Каждая мусульманка Хочет подарить Мусульманка Подарить пять сыновей Аллаху И у них в среднем Получается У мусульман По всему миру Восемь целых Одна десятая ребенка У русских Одна целая восемь десятых Каждый год Вы понимаете Это нельзя сравнивать Россию И арабские страны Арабские страны Это богатые страны Россия Это страна воров И жуликов Тут нельзя рожать Нельзя Я бы например А почему У баптистов По восемнадцать детей Здесь живут Рядом с нами Нас не поддерживают Государство А у баптистов Я не знаю Они наверное Живут хуже Чем остальные люди Не хуже Посмотрите На каких машинах Ездят Дети учатся Высшее образование Какие они умные Я православный Но я должен видеть это Не поэтому Но смотрите Вот у меня отец Пришел с фронта Вот так руки у него Вот так И нас Двенадцать ребятишек В семье И мы бедно-бедно жили Дальше некуда Ни одного больного нет У меня уже восемьдесят лет Я еще таблетки не съел Вот и бедность Помню Коров пасем Корова оправится Туда забежишь Станешь в тепленькое И стоишь Следующую корову ждешь Холодно утром-то А обуви нету Да я знаю Что такое пасти коров Я в свое время застал Да Поэтому не в этом причина Причина то Что греха не боятся Убийцы матери И поэтому дети такие Ну Нас государство не поддерживает Потому что Когда ты рожаешь в ОАЭ Тебе ОАЭ Без возврат Но дает В общей сумме Где-то что ли Пятнадцать тысяч долларов Пять тысяч долларов На ребенка И десять тысяч на будущее Или тридцать пять тысяч долларов Тридцать тысяч на открытие бизнеса Ребенку Знаете В России этого не было И в Советском Союзе не было Чтобы на каждого Столько Это хорошо что дают Но однако Каждый год В России Прибавлялось Три пять миллионов Газета Вы понимаете то что в СССР жили чуть по другому Там было образование Ладно Бросим Ладно Образование другое Сейчас пишут Комсомольская правда На развороте Если бы большевики не победили В семнадцатом году Нас бы было сегодня Шестьсот пятьдесят миллионов Ну я например За белых Я ультраправый Я националист Я всегда был за белых Я не люблю большевиков Ну я такой же Я например Всегда был за белых Я например Честное слово Говорю то что Белые это Ну нормальные были люди То есть А большевики Это как то я не знаю Ну более у них варварское Что ли что то было в них Вот Ну мы то должны знать Что без Бога Он еще хуже может стать А раз Бога нет Вот Солженицыну Когда присваивали Нобелевскую премию А он описал Архипелаг ГУЛАГ И он говорит Я еще в детстве слышал Старые люди говорили Люди забыли Бога Тире Отсюда все Весь уголовный кодекс Сюда попадает Бога нет Все Ни за что не отвечать Лишь бы дядя милиционер А милиционер сам оборотень Грабит убивает Ну да А вы монах? Или вы просто Я просто Ну как Я мир Брат у меня священник Вот Я всю жизнь Гнобили нас Я уверовал в 23 года По Евангелию И пришлось Много уже пережить И в пяти тюрьмах Отсидеть И 26 лет За что же вы сидели? За слово Божие За распространение Того что не позволено было Кроме того Я первый в стране Распространил Архипелаг ГУЛАГ Насчитал Брал интервью Репрессированных Ну Архипелаг ГУЛАГ Спорная книга Там есть немного Вранья Конечно Приукрашивания 230 свидетелей Вы не считали? Не знаете? Вранья Самая истинная книга Какие у нас на земле Не считай Библии До одной цифры Точно Там работали Такие люди Которые у него были Все прятать надо было Зачем это нужно? Сегодня проверяют Тщательно И видят Как он мог то знать Что в архивах Не было открыто Живые свидетели шли Я его два раза насчитал Когда КГБ изделили А когда я был реабилитирован Вернулся Теперь я уже насчитал На компьютер Если вы зарядите В интернете Ну в гугле Игнатий Лапкин Архипелаг ГУЛАГ И сразу аудио зазвучит Ваше? Мое Я 50 книг насчитал Если вы на наш сайт Ютуб зайдете Называется Во свете Библии Во свете Библии Вот зарядите Только не нажмите Чтобы нас не разорвали Не откинулись никуда Во свете Библии Игнатий Лапкин Я один Сейчас вы не снимаете? Снимаем У нас все снимается Игнатий Лапкин Значит Посмотрите У нас 14 850 роликов Да Я вижу Если вы Зарядите слово В гугле Сайт Не в ютубе Сайт Во свете Библии Игнатий Лапкин Сайт Вы зайдете на наш сайт Такого сайта В мировой сети нету Там столько всего И при том Все наше Наша Какие фильмы Государственные На нас сняты Занявшие первое место На международном Киноконкурсе Мы деревню строим Это Бог делает Мы верующие Мы знаем Что это Бог делает Ну Спорно тоже Все это Когда у меня Презентация Книг была Про ректор По учебной части Университета Семкин Борис Васильевич Он говорит Вот Лапкин сейчас говорил Вроде не он А показал так Он не сказал А Богин Это не так Он по своему Понимает Дело в том Что авторы пишут Когда они не такие Они лукавят И когда с ним встретишь Он совсем не такой Как пишет А тут У меня книга Его есть Лапкина И поэтому Вот какой он есть Так и говорит Вот даже Ролик записан Я никогда не монтирую Ничего А просто ставлю И люди находятся Получают Для себя пользу Вот так Но это неплохо А кстати Вы с Невзоровым Общались? Лично нет Но Меня очень просили Прокомментировать Его ролики Я 32 ролика Его прокомментировал Сколько прокомментируете Можете мне рассказать Как вас Ну вот Вы у нас Зайдите на Ютуб И зарядите Игнатий Лапкин И Невзоров И вы там найдете Дело в том Он очень сильный Противник Там Веры и православной И даже патриарх Вроде дал указ Где он участвует Чтобы священники Там не участвовали Ну я был в Москве И меня уже знают Там и Священство там спрашивает Ну вот вы находите Общий язык со всеми Нашли бы язык С этим Александр Музычка Билыч Сашка Да я понял Да Я говорю Мне не надо искать Общий язык Я такой как он Я готовился быть Кем он стал Если бы я не уверовал Люди спрашивают А кем ты хотел быть Там артистом Я хотел быть террористом Больше никем Отомстить Коммунистам За все что они сделали А господь делал Омстить это тоже Вы сейчас никак не отомстите Никак Ну я Юношески Так я понимал Потому что все Развал везде Воруют Что они делали Я все это видел В деревне А дальше Мне отец рассказывал Как они были Какие люди И как уничтожали Ну я так понимал Я готовился Всячески себя мучил Чтобы никогда не поддаться У меня везде там Патроны натолканные Ружья Живем не дам Все рядом Собака Все время Тренировался И тренировался А пришлось Служить в армии В ракетных войсках Во флоте Потом во флот На гражданке И тут с 23 года Мне в руки попало Евангелие Я с детства верующий Но я не знал Дальше ничего Я мать говорила Нельзя пионеры Комсомольцы Там тебя мучить Будут черти На сковородке Мы боялись Вот этого нельзя Воровать Я не воровал Ни одного матерка По сегодняшний день Еще не сказал За 80 лет Мать сказала С женщинами Не имел дела Никакого Это Бог сохранил Это плохо Женщинами Не имейте Да И поэтому Мне Бог сохранил В медицинском плане плохо Это для здоровья Ужасно Сегодня уже Тысячу раз Это все доказано Блудник Живет меньше Табакур На 12 лет Меньше Женщина Где-то больше Живет почти На 15 лет И люди Которые одиноки Смотришь Там монахи И то другое Они дольше всех живут А вот в Америке спрашивают А кто дольше живет Адвентисты Седьмого дня У них везде Тренажерный зал И они Соблюдают Питание Там Елена Уайт Написала книги Мы вот посты Соблюдаем Я мясо не ем Алкоголя Грамма не бывает Мы Не потому что Грех А потому что Это вредно Ну не знаю Насчет религии Это все спорные вопросы И как-то Верить во что-то Не знаю К Богу надо прийти самому Не просто прочитать книгу И верить уже во что-то Это надо как-то самому Прийти к этому А вы молились сегодня утром? Нет Нет Вот минус Душа засыхает За стол садились Ели Молились? Нет Нет Ну и вот А мы молимся Вот 7 раз в день Я остановлюсь на молитве По 100 поклонов 7 раз До утром вечером Еще Тысячу поклонов Каждый день У меня мысли все там С Богом Это Бог говорит Почему? У меня радость Поделиться с Богом Все что Он мне дает Что я вижу Что постиг Это от Бога Это Бог так делает Это нельзя сделать Вот люди которые Узнают что мы делаем Говорят Да это невероятно Вот мне Господь позволил Написать 38 томов книг И плюс еще в интернетной версии Какие книги написали? А вы когда на сайт зайдете Я вам сказал Сайт Во свете Библии Сайт Там все книги Я понял Там И мы Я решил тогда Подождите Вы научный работник? Ну если хотите Можете думать так У меня абсолютно На все вопросы Я в пяти университетах Вел занятия Три радиопрограммы Во всех отделах милиции И на сайте Вы увидите У меня 4124 вопроса ответа Я отвечаю На основании Библии Науки Там социология Будущее 55 папок В папке Вопросы Из какой книги взят Откнул И откроется ответ Это огромный Огромный материал Ну и какие книги Вы написали? Нет Я имею ввиду Хотя бы одну Приведите Потому что я не знаю Кого вы Соткнули К научным писателям Ну вы знаете что Ну хорошо Студенты Разные Я веду занятия Вопросы Любые И книга Состоит из того Что я говорю Церкви проповедь Относительно происходящего И студентам В разных университетах В школах Техникумах Отвечаю на вопросы Какие? Абсолютно все Мировое пространство Захватывает Ну допустим Я студентам говорю Я отвечаю всегда Что на данный вопрос Что говорит Библия 77 книг Что об этом говорят Святые отцы Это толкование 300 томов Фолиантов Что говорят Каноны Это 719 правил И что говорят Жития святых 1173 биографии Я это все Держу в голове На вопрос А теперь студентам Говорю Но к этому Две недели Я буду отвечать К этому дополнительно Что сказали Русские поэты 300 поэтов За 300 лет Конкретно По этому вопросу То есть я все время На эти вопросы Должны 20 тысяч Павлов ворочать Сегодня люди смотрят Это невероятно Это невозможно Невозможно Значит возможно Богу Ну подождите Я понимаю Держать в голове Это неплохо Но как они вам Прекождаются в жизни И знаете ли вы Помимо что-то Ну например Хорошо Давайте Я 40 лет работаю печеньком Я прораб Мне не дают работать А я все специальности знаю Я технарь Никакого Гуманитарного образования У меня нет У меня печи По всей стране есть И какие печи Тонны полторы Меньше угля До самого Полу тепло И год Дело Если будет Ремонт Бесплатно И самое дешевое Я что Оставил Я людей обогревал Кроме того Сторожем работал Ни один вор Ничего не украл Они боялись Мимо проходить У меня две собаки Я в уголовном розыске Занимался Что я сделал Я могу показать Создал лагерь детский И был его начальником 45 лет Бесплатно Тысячи детей подняли Государство Ни рубля не дало Тысячи А? Сколько вам сейчас лет? 80 10 июня будет С ума сойти У меня три голубятни У меня дома голуби В комнате Показать? Но это плохо Голуби разносчики Они на своем месте Какой? Ну я бы заболел Или что-то Вокруг болеют Я не болею Совершенно Иногда бывает Церкви записывают Заболящих Я запрещаю записывать 80 лет Так мне столько Пришлось пройти Меня 26 лет Еще гнобили Подвешивали Раздували В холодильнике Держали Еще только не делали Я живой Так у меня Четыре тома Стихотворения Написано 3467 По 9 куплетов Каждый куплет Каждое стихотворение Которое 86 положено На музыку А вот это Вы все найдете На нашем сайте Что я издал? Книги Которые издал Видели в библиотеке Показывали Владимира Владимировича Путина У патриарха Книги Которым Аналога просто нету А что вы Насчет власти Нашей современной Думаете Того же Думать не надо Мне повеление от Бога Молиться за старей Начальствующих И я молюсь То есть вы В принципе Не против Его политики Каждому Правителю И в ООН И в России Генеральные секретари Были Я писал Писал Что не так Как надо поступать Когда какие-то Конференции проходят Конгрессы Интеллигенции Тут даже лауреат Нобелевской премии Меня всегда вызывают Я выступаю Всем даю Допустим 10 минут Мне только 5 Они знают Я в 5 минут скажу Больше чем в 10 Конкретно По любому вопросу И никто-то приглашает А мэр города Не просто мэр А входящий в десятку Лучших мэров России Машину присылает Чтобы меня довезли Что я оставил Дальше Я преподаю В 13 школах Преподавал Одновременно В 5 отделах Мировое искусство О географии И отвечаю И отвечаю на все вопросы По мировому искусству Рассказывали По галереям мира Любую картину Я объясняю Ее содержание И конкретно Как экстраполировать На свое Сегодняшнее состояние Ну да Неплохо Ну так вот Что я сделал Что 5 отделов милиции Под моим руководством Милости Божьей были Звел занятия Городской И краевой УВД И 18 лет Сотрудничал с тюрьмой Бесплатно Бесплатно Везде где преподавал Я ни рубля не получил За всю жизнь Только на работе Вот за пещей Вот это Бог делает Это не мое Я еще раз говорю Это не мое Богу слава Бог Вы сами это делаете Это не выдержать Почему? А потому Я работаю на работе В тресте И у меня выработка Самая большая Сто процентов Это я по полной программе У меня Двести восемьдесят Триста процентов Еще работаю На двух-трех работах А почему? Я решил Девяносто заработанных Сто рублей заработанных Девяносто отдавать Буду на дело Нужных людей И так прожил жизнь И заработал И стоять И только десятку Себе брал Что я сделал? Это Бог делает В плане Вы понимаете То, что вы это Сами делаете Я люблю Господа моего Я ради него делаю Мой Христос Умер за меня Я в каждом ребенке Вижу образ Божий Вы посмотрели Что у нас в лагере Какие дети были Они у меня и на лошадях ездят И на лодках И собираем ягоды И работаем Не люблю, когда на лошадях ездят А? Не люблю, когда на лошадях ездят Ну, не любишь А кто-то не любит Он может не ездить Верхом Это, я говорю Про лагерь Это Господь делает Если мы ничего не значим Перед Богом Ничего не делаем А кто мы такие? Бесплодная смоковница Засухшая Ну, не знаю Насчет Кусских утех с женщиной Я, например Да это не утех Я называю своими именами Прелюбодеяние Разврат Содом и Гаморра Да я не говорю, что разврат Я не говорю, что надо спать Со всеми и повсюду Ну как? А Высоцкий со всеми Где бы не было Любую кухарку Или как Королев Ракета-носитель Сейчас пишут Королева не надо Королев серьезный товарищ Серьезный Блудник был Ни одной кухарки Мимо не пропустил И нигде-то Однако он сделал Очень много Это не отнимается Мы говорим о другом Он никаких пределов Не знал Как Высоцкий Точно так же Я вам сказал Вы услышали Я же не спорю вам Это все Все знают И прямо написано Это его биография Ну да Я понимаю Ну А знаете еще что? Я сидел Когда в камере И с нами сидел Преподаватель второй группы космонавтов Залетел Лозин Анатолий Максимович Я знаю Кто Гагарин А чего погиб Сейчас только начинают Чуть-чуть Кто такой был Туполев какой Там Королев Абсолютно Из первых источников знал Классно Вы посидели в камере Как говорите? Классно Вы посидели в камере Если с такими людьми познакомились А второе Это был Во главе Директоров Первый секретарей судили А он из-за паровоза был Север Владимир Митрофанович Главный рыбак Алтая Вот я рассказываю Как у меня было Господь Где бы я ни был Все подчиняет А я не имею власти никакой Я вхожу в камеру Ну как? Вот Отбой В тюрьме Это я говорю про СИЗО Не про лагерь А там сидишь Я больше года провел Только в тюрьме Отбой Восемь Это в десять Но в восемь А ужин в шесть В восемь Уже все готово У меня с собой Новый Завет Вторая часть Библии И на семьдесят человек в камере Три не курят Моют руки Я попеременно даю им Чтоб читали Ни один не закурит Я сказал За этим смотрит старший вор В законе И там ни один не закурит Начальствующие В тюрьме Которые Это там Называют Дубаки Открывает Камеру И у двери стоят И со второго этажа Приходят сюда А я никакой власти не имею А меня вызывает Следователь Следователь обратился Принял крещение Обратился Начальник тюрьмы Умер по-христиански Бог дает власть Я когда в тюрьме был Это Жанатас Джамбульской области А утром мне говорят Вы вчера молились Ночью На коленях стояли Семь человек Сзади остановилось Я никого не прошу Можно мы тоже С вами молиться будем Вот и все А почему Господь берет и собирает Это новые люди Меняют жизнь Вот он обратился Один покаялся Я говорю Володя Ты по своей статье Там Когда говорил Ты не было Чтобы неправду сказал Да было Вызывай прокурора По надзору Да меня там Никогда не выпустят Из тюрьмы Я тебе говорю Ты верующий Не должен лгать Ты запутал следствие Ну знаете Я первый аппарат Отвез с аппаратурного Начальнику КГБ Так скажи это Да меня они тут Ничего не сделают И он начал все Ему условно дали Вот как Бог сделал Почему вот все Которые здесь Наверное закон Почему пьете Почему пьете Все здесь Вот в рулетке Все пьют и едят На глазах людей Я просто попил Я просто не пил Я два часа У меня два часа Без перерыва уроки были И никогда За всю жизнь Я себе не позволил Стакан выпить Люди смотрят на меня Я не могу Это такой Роскоши доставить им А что-то такого Ну попили Ничего нету Нет Просто это неприлично Считается При людях Если я занимаюсь Или разговариваю А в это время Закурил С курящим Я и говорить не буду А когда заседание Например начинается На заседание Ничего кончится Мы верующие Мы привыкли Стоять Богослужение Бывает и 3 И 5 часов На ногах И никто не пьет Это православная вера Она крепость Вырабатывает в человеке Сейчас вот Пост 7 недель Никто не ест Ни мяса Ни молочного Ни яйца 7 недель А последнюю неделю Вот понедельный Вторник Не пьют Не едят В среду Один раз Не вареная В четверг Не пить В пятницу Один раз Я не могу Это выдержать Почему У меня безбороживание Организма начинается Я Бога благодарю Так вы На наш Ютуб заходите И вы увидите Нашу беседу Я ее могу К утру уже поставить А если я попрошу Например не выкладывать Да бесполезно Это мне бесполезно Просить Потому что это мое И я еще буду Тем более Хороший разговор был Вы вели себя прилично Не ругались Ну я тогда надеюсь Ну а еще тут надеюсь Еще тут непонятно Да Вы так снимаете Да Почему вы не скачаете Какой нибудь Бандикам Или что то еще Я их всем С кем я бываю Вот здесь я зашел На рулетки В этой 78 день Нахожусь И где то у меня Уже 330 роликов Составлено Ну неплохо Это людям Которым засвидетельствовали Если у вас будет желание По скайпу поговорить Игнатий Лапкин Вы меня сразу найдете С этой фамилией я один На все мировое пространство Лапкин Игнатий И по скайпу вы скажете Мы говорили Говорили вот о том Чтобы я мог принять Сначала написать надо Вопросов нет больше? Да нет конечно Ну что прощаемся Вас как звать то? Кирилл Кирилл Да благословит вас Господь Благодарю И сохранит от всякого зла И приведет К жизни вечной Во Христе Иисусе Чтобы не ваду мучиться А быть с Богом в раю Это самое высшее Что можно пожелать человеку А люди говорят Рад бы в рай Да грехи не пускают А мы говорим А грехи взял Христос на себе Понятно С Богом До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин